В Саратовском историческом парке «Россия. Моя история» состоялась презентация проекта «История православия в Саратовском крае в лицах и артефактов» собрания антиминцев XIX-XXI веков из Музея истории Саратовской митрополии. Антиминцам называют освященный архиереем четырехугольный плат из шелковой и льняной материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, зажитой частицей святых мощей, на котором совершается божественная литургия. Почти полгода выставка антиминцев экспонировалась в историческом парке и вызывала большой интерес посетителей, жителей областного центра и гостей города. Видя ее востребованность в социуме, был разработан грантовый проект, получивший поддержку Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. И когда вы видели, какой интерес вызвала эта выставка на ночь в музее, а ночь в музее, вы знаете, это всероссийская акция, масштабная очень акция, когда приходит очень много народа. И вот вы знаете, практически каждый человек, который дежурил в этой выставке, отмечал, что люди, прежде чем пойти на основную экспозицию, говорили, а где у вас эта выставка, а можно мы сначала поднимемся на второй этаж? Новый проект предусматривает большую работу по экспонированию выставки не только во всех епархиях Саратовской митрополии, но и в Пензе. Как известно, до 1828 года Саратовская епархия входила в состав Пензенской. Во-первых, они дают возможность раскрыть малоследованную историю православного краеведения. Затем подтянуть к этому предмету определенные храмы, куда он возлагался. Или храмы, которые были когда-то на этом месте. То есть вот эту ниточку протянуть. Ну а самое главное, конечно, определенный исторический период, пребывание на Саратовской кафедре того или иного епископа и самые известные события, которые с ним связаны. Кроме этого, готовятся планшеты для четырех новых антиминцев, которые дополнят выставку. На территории Болтайского района Саратовской области были обнаружены еще четыре антиминца, относящиеся к Саратовскому краю, подписанные Владыкой Пименом, который возглавлял Саратовскую епархию почти 29 лет. Для духовенства, педагогов, студентов-историков, итеологов, а также школьников, обучающихся в Покровской гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского, состоялся показ электронной презентации последних четырех планшетов. Самое ценное, что здесь есть, это, конечно же, те автографы участников нашей истории, тех исторических деятелей, наших персоналей, которые внесли определенный вклад в историю православия на Саратовской земле. Здесь представлены, как вы уже, наверное, видели, слышали, самые разные исторические эпохи, то есть практически с начала 19 века. Здесь есть еще огромная такая возможность детального, глубокого знакомства со своей собственной маленькой нашей историей в контексте ее общенности к истории большой, истории всей страны. В рамках проекта планируется создание каталога выставки, чтобы ввести эти предметы в научный оборот. Они не должны быть потеряны для истории. Я решил прийти сюда, потому что мне, как специалисту теологии, это было интересно. И вот я смотрю на эти антиминцы и понимаю, что в реальной жизни я никогда бы не смог их увидеть, потому что они находятся в алтаре, в месте, куда может зайти только священник и увидеть их только священник. Хорошо, что есть вот такие документальные подтверждения вот этому всему, потому что действительно лучше всего, это тогда, когда ты все видишь своими глазами, еще лучше, если это оно материальное, если это реально предмет или справка из того времени прошлого, которое изучается. Ну а для современного поколения это важно тем, что это, во-первых, часть истории, а историю надо изучать, особенно историю своей страны, чтобы сформировать внутри себя вот такую топору из знаний нашей истории, нашей культуры, наших традиций. Студенты и школьники изучили еще одну интереснейшую страницу православного краеведения своей малой родины.